С вами Василиса, и это Свежак на телеканале Европа плюс CV Беларусь. И сегодня у меня в гостях российский и белорусский певец, победитель шоу «Фактор» by Иван Дятлов. Привет! Привет! И поводом нашей встречи стала премьера твоего клипа на трек «Нилги». Все так, все правильно. Начнем с первого вопроса. Какие у тебя отношения с белорусской публикой? Мне кажется, у нас взаимная любовь. Это действительно здорово вообще так получилось в моей жизни. И я себя здесь ощущаю как дома. Классно всегда принимают. И релиз песни летом, и премьера клипа сейчас не стали исключением. Очень-очень тепло все приняли, и я этому очень рад. Немного фактов. Трек «Нилги», на который сняли клип, вышел 7 июня 2023 года. Он ротировался в 208 городах Беларуси и России и прозвучал в 9 эфирах топовых медиа Беларуси. Рилсы с синглом набрали более 70 тысяч просмотров в социальных сетях, и трек занял первую строчку от Беларуси в мировом хит-параде «Радио Мир». Как мы видим, трек очень популярен. В чем же секрет? Ух, ну я не знаю, в чем секрет, но мне кажется в том, что он просто искренен, честный трек о чувствах. И, наверное, это главная причина, почему цепляет зрителя, почему его переслушивают, почему он вызывает чувства у зрителя. Все просто, от души сделано. Как ты подбирал команду для съемок клипа? И какая вообще идея в клипе? Получилось так, что не я подбирал команду, а команда нашла меня. Ребята услышали трек, это мои знакомые, талантливые режиссеры, операторы. Достаточно мы быстро все подготовили, и очень классная собралась команда инициативных, что важно, людей, которые постоянно что-то брейнштормили, предлагали, и отсюда родился клип. В клипе нарисованы очень красивые мини-истории, и я знаю, что все съемки проходили в нашей столице. Почему Минск? Ну тут, наверное, тоже все просто. Во-первых, вся команда у нас белорусская. Это полностью белорусское производство. Цветокор у нас российский, это прекрасный российский колорист нам помог в этом. В Минске на самом деле было очень удобно снимать, в том плане, что он не такой большой, допустим, по размерам, как Москва. И мы успели снять весь клип за сутки, только потому, что здесь как раз расстояние позволяет это сделать. Все очень компактно. В Минске можно найти буквально все, что нужно для клипа. Ну и нужные люди, талантливые люди тоже здесь. В клипе было очень много локаций, и на каждой локации новый образ. Кто этим занимался? Занимались этим мы. Все сами? Да, у нас не было такого большого продакшена, чтобы там профинансировать и подготовить клип. Но смотрелось как самый лучший клип в мире. Спасибо большое, спасибо. Но надо задуматься над тем, чтобы дальше продолжать выпускать клип. На самом деле, это самый первый клип в моей жизни. И было очень здорово впервые все вот это делать, проходить этот путь подготовки продакшена клипа самому. Самому и участвовать в монтаже, и участвовать в покраске, и в съемках. Смотреть, что получается в кадре, и, конечно же, подбирать одежду под образы, то, что ты спросила. Потому что у нас очень много, как ты сказала, сцен. И мы заранее подбирали всю одежду, чтобы это смотрелось разнообразно, и смотрелось цельной большой картинкой. И, в принципе, в клипе преобладает одежда белорусского производителя. И, кстати, самым сложным, наверное, из одежды была пижама. Я вот рассказываю, что мы ее выбрали, нашли буквально накануне съемок. Не было мужской пижамы в Минске. Мы объездили все магазины, и уже при закрытии вот одного из магазинов мы, наконец-то, нашли нужную. Это было буквально, вот там две минуты оставалось до закрытия магазина, а на следующий день уже были съемки. С какими трудностями вы столкнулись на съемках? Наверное, то, что приходилось быть многофункциональными. Ну, а если говорить конкретно про какие-то технические моменты, наверное, было сложно снимать некоторые сцены. Сцена в ванной была одной из самых сложных, пожалуй. Главная героиня проходила тестирование на полиграфе. Это все по-настоящему? Да, это все по-настоящему. Полиграф настоящий и полиграфолог настоящий. Все было подключено, вся оборудование, аппаратура, датчики подключены настоящие. И полиграфолог вывел к себе на экран компьютера, включил программу. И это создало как раз вот то ощущение, ту эмоцию, которую хотели мы видеть в кадре. А хотел бы ты протестировать свою будущую избранницу на искренность чувств? Не знаю. На самом деле, мне кажется, что отношения должны строиться на доверии. И тут в клипе полиграф выступает скорее как такой художественный образ, когда человек не может сам себе признаться. И ему что-то нужно, третейский судья нужен кто-то со стороны, чтобы рассказать ему на самом деле правду о его чувствах. Поэтому тут полиграф как художественный прием. А в жизни я, конечно бы, думаю, не стал использовать для своей партнерши, использовать полиграф и проверять ее на что-то. Это недоверие. Этого точно не будет. Это не про нас. Это не про нас. Какие новинки ты готовишь для зрителей в ближайшем будущем? Это будет песня. Она выйдет совсем скоро. Вамбезная песня. Да, уже записанная песня. Правда, она получилась достаточно дерзкой. И мне очень гордо за это говорить, потому что песня написана полностью мной. И слова, и музыка написана в эмоциях. И как-то вот так получилось, что эти эмоции достаточно яркие, они сразу вылились в песню. Мне кажется, зритель это почувствует и очень надеюсь, что песню тоже полюбит так, как это получилось не лги. Обязательно. Ваня, ну а теперь самое время представить свой клип нашим зрителям. Ну что ж, друзья, закутывайтесь в пледы, наливайте себе теплый какао, садитесь у экранов и смотрите клип не лги. И, конечно же, думая о своих любимых людях. И главное, не лгите друг другу. Вы готовы к тестированию на полиграфе? Да. Вы собираетесь отвечать на все вопросы честно? Да. Какую самую большую ложь вы говорили человеку? Лед лишен остался от тебя Там, где немая глубина Нежно баюкала любовь мою Ты мне говорила справимся Слов не сдержал и спрятался За антураж, но все же пал в бою Ночь В комнате тишина Ты здесь совсем одна В моем пальто укутана Не лги Не бросай наши чувства на ветер Дыши Так глубоко, как в первый раз Не лги Пусть закончится этот вечер Где ты Снова зажгла любовь для нас Боль Не покидает просто так Знаешь, что для меня пустяк Но ты из других мелодий соткана Соль Ревность и слишком терпкая Вновь убежишь, наверное А я еще здесь, но неосознанно Пусть лодка идет ко дну Завтра все отпущу Старим сильней без этих чувств Не лги Не бросай наши чувства на ветер Дыши Так глубоко, как в первый раз Не лги Пусть закончится этот вечер Где ты Снова зажгла любовь для нас Я говорила, что ничего не чувствую Не лги Не лги Не лги Не лги Не лги Не бросай наши чувства на ветер Дыши Так глубоко, как в первый раз Не лги Пусть закончится этот вечер Где ты Снова зажгла любовь для нас Не лги 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 Вы его любите? Нет Это ложь Ваня, спасибо тебе за приятную беседу Спасибо А вам, друзья, я хочу напомнить, что сегодня в гостях у меня был Иван Дятлов Партнер программы «Фотостудия Фотохаб» на Кубоколоса 1 Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok